Вот уже две недели Алина Якупова скучает по любимому супругу. Разлуку скрашивают лишь редкие разговоры по телефону. Мужа мобилизовали 28 сентября. Общаемся, он нам звонит по утрам, пишет, когда у него есть свободное время. В течение дня они на учебе, поэтому не особо. И вечером перед сном звонит нам. С его слов, у него все хорошо, кормят хорошо, ему все нравится. Он нас наоборот сам поддерживает, звонит, всегда веселый. Помочь родственникам мобилизованных спешат специалисты комплексного центра социального обслуживания населения. Для начала они оформляют социальный паспорт военнослужащего, в котором прописывают потребности семьи. И если необходимо, оказывают сопровождение, начиная от помощи в решении бытовых вопросов, заканчивая походами к юристу. Наши специалисты также работают с престарелыми родителями, то есть пенсионерами, неработающими пенсионерами. Если даже они работают, неважно, эта семья мобилизована, мы должны ее отработать полностью, именно его семью. То есть неважно, работают родители, работают ли жены, не работают ли жены. Мы должны полностью отработать ситуацию в семье. В ПК-чак для того, чтобы своевременно решать все вопросы, сформирована специальная группа. Сейчас полностью решен вопрос по дополнительным льготам для воспитанников детских садов и школьникам, чьи отцы призваны во время частичной мобилизации. По линии отрасли образования на сегодняшний день предусмотрены две дополнительные меры социальной поддержки для детей военнослужащих и мобилизованных граждан. Это бесплатное двухразовое горячее питание для детей школьного возраста. И в рамках детских дошкольных образовательных организаций полная компенсация родительской платы за детский сад. К работе с семьями были привлечены специалисты образовательных учреждений. Это позволило оформить необходимые документы для предоставления окружных льгот. У нас сформированы уже полностью все списки детей, которые имеют право на получение этих дополнительных льгот. Проведена работа по предоставлению заявлений от мам данных деток. Дополнительные справки, документы мы не требуем. Это делается централизовано посредством межведомственных запросов. Кроме того, самим мобилизованным гражданам положена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Однако выплачивают ее не сразу, а частями. Первая половина при зачислении в воинскую часть. Вторая выплата в размере тоже 250 тысяч будет выплачена на эти же счета мобилизованным по окончании их срока службы. Либо в связи с окончанием срока службы, либо по каким-то уважительным причинам, если они закончат, допустим, по ранению или еще что-то, по какой-то причине они вернутся. Это будет вторая часть. Это то, что касается единовременной выплаты. То, что касается ежемесячных выплат, денежного ежемесячного довольствия. Есть определенная тарифная сетка и в зависимости от звания, от образования, от места несения службы, минимальная заработная плата будет у военнослужащих 25 тысяч. Заемщиков и кредиторов, которых мобилизация застала врасплох, ждут кредитные каникулы, говорят специалисты. Есть распоряжение правительства автономного округа, которое говорит о том, что мобилизованным гражданам будет выплачена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Она будет разделяться на две части. Первая часть 250 тысяч при зачислении в воинскую часть, когда фамилия мобилизованного есть в приказе о зачислении в воинскую часть. Эти списки зачисленных воинская часть предоставляет в окружной военный комиссариат. Окружной военный комиссариат делает сверку с нашим военным комиссариатом и передаются эти списки по защищенным каналам в департамент соцразвития. И уже агентство социального благополучия, это подведомственное учреждение департаменту соцразвития, назначает эти выплаты и производит эти выплаты. Резюмируя, можно сделать вывод, что мобилизованные граждане обеспечены всеми мерами господдержки. За ними закреплены рабочие места по месту их трудовой деятельности. Договоры с ними не расторгают, а продлевают. 250 тысяч полагается мужчинам при зачислении в списке воинской части и столько же по окончании частичной мобилизации. Важно, что выплаты производятся в беззаявительном порядке. Что касается социально-педагогической помощи, членам семей положена стопроцентная компенсация родительской платы за детские сады, а также бесплатное двухразовое школьное питание для детей. Юлиана Сотник, Наши города.